Да, сегодня прохладно. Если вчера 14 было, сегодня градус 112. Доброе утро. Сегодня решил совместить полезное с приятным. Сделать утреннюю пробежку и показать холодные родники. Холодные родники у нас находятся в Таманском лесу. В этом году я, наверное, первый раз здесь побывал. Далеко со школьных времен, когда-то классом сюда ходили на экскурсии. Больше не было. В этом году решил делать пробежку. Пробегу, посмотрю. Когда-то я был здесь, должен был найти. Тем более сюда я ходил на лыжах. Катались с горок. Сейчас не знаю, катаются или нет. Но раньше здесь было столько людей. Особенно нас детвора, детворы отсюда и не выгонишь с этих горок. Сколько здесь санок было поломано. Сколько лыж. Я сам здесь двое лыж поломал. Здесь был такой крутой спуск. И окончился он уже у реки. Река называется отошла. Она протекает у нас через весь город. И даже, кажется, втекает в реку Калаус. Это где-то уже под Светлоградом. Пробежку сейчас сделали по самому короткому маршруту. У нас сейчас только получилось 22 минуты 26 секунд. Но это самый короткий маршрут. Обычно я дольше делаю здесь. После 25 минут я только начинаю разогреваться. Уже чувствуется приближение осени. Это вот вся листва у нас. И то я уже на два дня назад была. Был сильнейший ветер. Уже растоптали, так можно сказать. Какой силы ветер был, не знаю. Но все дорожки были усеяны листовой, палками. Вот, кажется, вот этот спуск, где мы катались на лыжах. В зимнее время я еще и занимаюсь лыжными пробежками. Вот в этом году думаю зимой прийти сюда еще покататься. Вспомню детство. Хотя зима она Ставропольская какая. Теплая. Выпал снег. Может день полежать, может три полежать. Если мороз будет, еще он подержится. А так тает. Потому что если когда снег выпадает, я стараюсь как минимум два раза на лыжах выйти в лес и покататься. Да, вот эти горки пошли вниз, где мы на лыжах катались. Такие крутые спуски были. Вообще-то нет, это не та горка, наверное. А может это та. Вот эти порожки я точно помню. Вообще-то у меня маршрут пробежки с другой стороны забегаю. Параллельно краевой больнице. Да, это вот спуск холодный родникам. Зачем я ошибся, это не та горка. Такие вот порожки у нас здесь сделаны. Постепенно спускаемся. Не спеша люди здесь спускаются. Не знаю, сейчас уже осень, скорее всего уже пловцов никаких не будет. А может и будет кто. А рано утром здесь много приходит людей. Кто-то даже перед работой пришел, окунулся. Заряд бодрости на весь день. Ага, уже видно. Так, а можем сюда пойти. Ладно, пойдем сюда по порожкам уже, а назад вернемся по другой дороге. Вот уже спуск. Порожки идут. Вот уже появляется бассейн. Да, никого не вижу. Холодно. Сюда летом хорошо приходить или приезжать. Можно даже на машине приехать. Около детской краевой больницы можно найти парковку там. Или уже поставить около какого-нибудь дома машину. Сюда спуститься. Получить удовольствие. Здесь у нас сколько? Три бассейна. Вот. Даже табличка такая интересная. Я ее не видел. Извините, купание в бассейне в 18-19 января запрещено. Я так понял, что это на крещение получается. Вот здесь у нас первый бассейн. Вот такой у нас здесь спуск. Сейчас мы к нему спустимся. Попробуем температуру водички. Вообще-то, насколько я знаю, температура здесь не меняется. Здесь раньше вода шла. Не меняется что зимой, что летом одинаковая температура. Листва попадало уже, конечно. Чуть грязновато стало. Что у нас там за водичка? Ну, нормально. Такая, наверное, градусов 10-12 может. Пройдем дальше. Здесь у нас раздевалки. Кстати, здесь утром у нас ходят рабочие убирают, так что мусора здесь не бывает. Ага, вот водичка с первого бассейна пошла во второй. Все, здесь попробуем. Здесь уже потеплее. Здесь уже потеплее. Здесь уже потеплее. Ну, а в третьем бассейне еще теплее будет. Ух ты. Попробуем достать. Ну, а здесь вообще теплое, обалденное. Так, вот сюда кювет такой. Ага, вот красиво как. Вода стекает. Да, здесь тепленькое. С этого бассейна еще теплее. Ну, я не знаю даже сколько. Ну, градусов 30, наверное, может быть. Может 25. Так, ну, а здесь, здесь, наверное, был когда-то бассейн, но, видимо, его открыли. Вот такая лестница здесь. Сейчас мы на нее поднимемся. Получим экстрим. Как-то я один раз по ней проходил. Аж дух захватило. Так, порожечки. О, побыстрее поднимемся через один. Ух ты. Чуть не навернулся. О, а я здесь и не видел, что здесь торники есть, брусья. Позанимался, окунулся. Что может быть еще лучше? О, струбцины какие мощные. Так, ну, пойдем по мостик. Ух ты. Ух ты. Правда экстрим. Потому что доски, видимо, давно уже положили. Ух. Красота. Получил удовольствие, честно говоря. Здесь беседка у нас. Что-то я когда пробежку здесь делаю, вообще-то из виду я упустил, что она здесь находится. Вверху я видел, там есть беседка точно такая же. А здесь не видел. Можно раздеться. Слышен шум реки. Отошла, вот там она у нас проходит. Так, пойдем дальше. Там еще у нас бассейн есть. Свежий воздух такой. Кстати, не холодно здесь. Может мне не холодно. После пробежки температура-то тело поднимается. Я и зимой никогда свитер не одеваю. Только если сильный мороз, а так майки бегаю. Природа у нас такая здесь красивая. Ночью не был, но видимо здесь все освещается. Можно в вечернее время прийти, окунуться кому охота. Не топчет траву, но это таблички. Вот, можно отсюда спуститься. Здесь откуда угодно можно спуститься. Вот эта дорожка ведет на улице Дзержинского. Чуть выше на улице Краснофлотского. Потом чуть дальше там выходит на улицу Доваторцев. Я забежал вообще с района Осетинки, потому что мне там ближе. Да нет, я ошибся. Плохо есть. Дома уже похолодало, никого не будет. Вот рабочий выбирает, как я и говорил. Клещи даже есть. Кто-то на велосипедах вон приехал. Велосипед стоит. Нежно делом спортом позанимался. Вот отсюда тоже порожки спускаются. Есть урна для мусора. Всегда здесь порядочек. И вот здесь сюда я тоже не ходил еще. Наверное, отсюда вода и идет все. А, да, вот водичка течет. Еще один подъем здесь. Да, вот он откуда выходит. Есть спуск. Сейчас чуть-чуть подъем водички. Попробуем. Вот какая вода. Но это точно не городская вода. Совсем отличается. Вкусная вода. Так. Пойдем бассейна посмотрим. Здесь у нас сколько, я тоже не помню. Кажется, три бассейна. Так. Это первый бассейн. Да, так же как и в том бассейне. Такая же вода. А если последующая, уже будет потеплее. Ух ты, как водолеп. Да, здесь потеплее уже. Можно здесь спуститься. Крепко стоит. Так. А здесь, наверное, перегородили. И просто сток. Идет сток воды. Так. Вот здесь раздевалка. Площадка такая. Это слив, видимо, идет. Вот еще порожечки здесь. И вот. Кювет такой. И здесь вот по такому овражку стекает в реку отошло. Так. Сейчас поднимемся. Наверное, сюда спустимся, чтобы туда не идти. Здесь река отошла у нас протекает. Здесь у нас также Комсомольское озеро. Туда тоже река отошла, впадает. Вот вниз пошла. Ух ты, здесь круто спускаться. Ну, попробуем спуститься. Ух. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, крутой спуск. тоже шум слышно есть у нас еще река Мамайка она при выезде из города находится в сторону села Татарка река уже прохлада почувствовалась река у нас небольшая где здесь спуститься попробуем вот здесь так здесь мы не спустимся вот сюда пройдем вот если вверх подняться по этой дорожке то получится что мы выйдем в серо-западный район на ту дорожку которая выходит на улицу Васильева вот такая у нас здесь речка отошла что-то сегодня она какая-то мутноватая здесь там вверху была чистая а вчера же дождь был поэтому видимо такая на грязь не вообще там чистенькая речка была ну вот такие у нас холодные родники